Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает в Ападом. Сегодня речь пойдет об очаровательной истории, которую рассказали Ульф Нильсон и Эва Эриксон. Помните книгу «Один на сцене»? Такое прекрасное пособие для всех, кто когда-либо пробовал себя на подмостках. Неважно, что это. Сцена, стадион, школьные собрания, прямой эфир. Итак, «Одни на всем белом свете» история про мальчика и его младшего брата. Еще раз от лауреатов премии имени Андерсена, прекрасных шведских писателей, еще раз рассказывается о том, что происходит в обычной шведской семье. Итак, мальчик уверен, что он научился определять время по часам. И посмотрев в детском саду на часы, он понял, что в общем-то папе давно бы пора уже прийти за ним. Но папа не пришел, значит не придет. Логично совершенно все. В голове у ребенка все укладывается очень хорошо, очень логично. Что же делать? Ну, наверное, надо прежде всего позаботиться о младшем братике, ведь он же тоже один совсем остался в саду. И тогда он пошел домой, не застал там никого, и вдруг решил, что родители сбил ужасный грузовик. Все, их больше нет. Они остались одни совсем на белом свете. Тут он поплакал, но есть младший брат, о котором нужно прежде всего позаботиться. Он очень любит своего младшего братика. И идет за ним в сад. Тот занимается делом, посыпает песком какую-то незнакомую девочку в песочнице. Но пришлось его оторвать от этого занятия. И вот они идут, значит, и думают, как будут жить теперь дальше. Ну, младший братик еще ни о чем не думает, он совсем маленький. Но, в принципе, они приходят домой. Дом-то заперт, родителей-то нету. Ничего, говорит он, мы построим новый дом. Мне придется пересказать вам всю историю. Она настолько психологически точна. Правда, из всех стройматериалов первыми они находят длинную-длинную палку. Из палки, конечно, дом не построишь. Но это может быть флагшток. Флагшток, к которому он привязывает свой носовой платок. И, соответственно, обозначает, мы здесь. Мы не потерялись. Мы живы. Все хорошо. Это будет наш дом. Дом начинается с флагштока. Это очень по-детски придумано. И это очень совершенно справедливо нарисовано. Итак, вот они пришли с флагштоком на полянку. И потом нашли из строительного материала досочки, предназначенные для забора. Правда, молотка у них не было, поэтому доски пришлось сбивать в землю довольно большим камнем. Вот они сбили их, положили другие поверхности. У них получился вполне себе приличный домик, в котором им тебе предстояло жить всю оставшуюся жизнь. Пока они не вырастут, не поступят в институт и не разъедутся. Как замечает многозначительно повествователь. Теперь они устроили постель из его ухветок и листьев. В принципе, все правильно. Все по школе выживания, только с точки зрения пятилетнего ребенка. Все же происходит на заднем дворе их собственного дома, не забывайте. И дальше младший братик просит у него традиционное вечернее развлечение, телевизор. Что делать? Надо изготовить телевизор. И вот они делают телевизор. Это абсолютно современная книжка. И, конечно, современные дети просят не каких-то чудес, а привычную, ну, из самых важнейших вещей в доме. Что может быть важнее мультиков? Сами подумайте. Вот, конечно. Значит, одно из важнейших вещей в доме – телевизор. Вот они изготавливают этот телевизор. Причем здесь описано, как остроумно изобретательно это делается. Вот. А за ужином они идут к соседям. Потому что вовремя он вспомнил, что есть ведь соседи. И можно же постучаться и попросить немножко продуктов. Немножко того, немножко сего. И вроде бы как должен получиться бисквит. Но дело в том, что без плиты-то бисквита не получится. Ну что ж, придется съесть тесто так. А они кушают сладкое тесто прямо руками из миски. Что, в общем-то, тоже весело. И в определенном смысле приключение. Дальше он показывает младшему брату телепередачи. Ну вот, не буду все рассказывать. Но, в конце концов, конечно же, вдруг в щель между досками кто-то заглянул. Это был папа. А они там ревут уже. Ну, понятное дело, да? То есть, наконец-то стало холодно, темно, сыро. И, в общем-то, приключение, мягко говоря, затянулось. Ой-ой, как же мы волновались. Нам позвонили из детского сада. Ну, мальчик уже это не вдомек. А потом кто-то приподнял крышу. Это была мама. Мы так спешили. Они взяли нас на руки и понесли домой. Домик сразу развалился. Я ничего не мог понять. А как же грузовик? Спросил я. Какой грузовик? Удивилась мама. Вот еще раз обращаю ваше внимание. Вообще говоря, это очень простая история. Такой анекдот о том, как потерялись на полдня два ребенка, потерялись на заднем дворе собственного дома. То есть, ничего страшного не произошло. Но заметьте, какие детальки. Как здорово это все написано. Каждая из вот этих вот точечных вещей, она бесконечно правдоподобна. Именно так ребенок и думает. Ему пришло в голову внезапно, что родители сбил грузовик. И это ужасное событие привернуло его жизнь. И грузовик мгновенно стал реальностью. Он уже спрашивает, а как же грузовик? Маму, совершенно забыв, что он сам это придумал. Это лишь предположение. Нет четкого разделения реальности и фантазии. И точно так же домик, который они строят, их новое прибежище, личное пространство, пристанище. Начинается с флагштока, с водружения этого флагштока. Вот здесь мы будем жить, мы, значит, заявили о себе. Это настолько точно психологически, что это вот именно детское мышление. Ну и так далее. Я уже не говорю про то, что первым делом они играют в телевизор. Потому что это центр семейного, семейный очаг. Предмет, заменяющий нам в 20 веке семейный очаг. Вот это то, вокруг чего. Ну и все кончается, конечно, мирной прекрасной сценой, где они хохочут, веселятся, а счастливые родители их кормят и выясняют, почему они ушли из сада пораньше. Что он замечательно научился определять время. Я научился определять время, рассказал я. Десять часов, десять, час, два. Вот так перечисляет. Мама показала на свои часы. Девять часов, десять, одиннадцать, двенадцать, час, два. Надо сказать, что моей дочке еще нет четырех лет, и она тоже очень любит называть цифры. Но, конечно, она делает их не по порядку, называя все, какие придут в голову. Ей это очень нравится, это так умно, это так по-взрослому. Но, к сожалению, понимания того, как устроен цифровать часов, у нас еще нет. Так что все очень реалистично. Наверное, он научится ожидать родителей к определенному часу, и больше из детского сада убегать не будет. Но этот воспитательный момент в книжке как-то не проговорен. Это не нужно. Это все и так понятно, что любящая, наконец, семья воссоединилась. История безумно трогательная. История очень простенькая. Но она так бьет в самую точку, что начинаешь понимать, за что Ульф Нильсон и Эва Эриксон получили премию имени Астрид Лингрен. Потому что это именно та психологическая точность, и именно то умение рассказать историю для самых маленьких, которого так не достает многим авторам. Читайте, точнее рассматривайте, обязательно вместе с маленькими детьми. Вот, одни на всем белом свете, издательство Самокат. Спасибо за внимание.